Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Подпишитесь, если вы ещё до сих пор нет, поставьте лайк, хотя нет, поставьте лайк после видео, посмотрите, потом вдруг вам не понравится и вы дизлайк поставите, тоже норм. В общем, сегодня появилась очередная версия OpenDeaf Humankind, напоминаю, Humankind это пошаговая глобальная 4х стратегия по развитию вашей цивилизации, которая в раннем доступе. Кроме того, мы уже знаем точно, когда игра выйдет, 22 апреля, и вот дают поиграть пока несколько дней в новую версию, тут у нас будет 8 соперников, нет, точнее 7 соперников, мы 8, то есть уже 8 цивилизаций, наконец-то более-менее большая карта. Будем играть вот за Люси, они даже сделали видюшку к этому запуску. Ну, давайте уже начнём, посмотрим, что нам нового дадут. Мы-то ничего изменить не можем, я решил не стримить эту игру, а именно записать видео, чтобы было лучше видно качество графики. В прошлый раз у нас там на стадии это всё было в стадии, сейчас вот лучше рассмотрим. И, в общем-то, давайте играть. Так, понятно, это я тут всё в курсе на самом деле. Начинаем искать место для поселения. В прошлые все разы нам уже сразу давали город, а сейчас мы можем в самое начало поиграть. Так, я вижу, тут какой-то у нас есть ресурс роскоши, будет плюс 5 стабильности выдавать. Панель племени, то есть сначала вообще начинайте с племени. Ваше племя это ядро вашей будущей империи. Чтобы население вашего племени выросло, вам надо находить еду. Собственно, исследуйте территорию для нахождения еды. Видите, тут есть метр. После того, как мы 20 еды соберём, ещё один кочевой юнит появится. В принципе, нам никто не мешает поставить тут уже аванпост, предположим. А нет, без 5 влияния. Да, мешает. Нам надо 5 влияний ещё где-то найти. То есть это пока неолитическая эра, даже не... Так, либо 5 населения надо собрать, 10 знаний или походится на трёх животных. Ну, собственно, нас как бы игра заставляет вначале исследовать территорию. Что, по-моему, замечательно. Думаю, куда лучше пойти. Давайте всё-таки сюда пойдём. Две еды получим. Одно знание. 20. Ага, то есть я уже лагерь могу ставить. Посмотрите, но это не город всё ещё. Ещё вот меня смущает, что я как... Ага, вот я вижу теперь ресурсы. Но тут, на самом деле, не особо важно. Хотя не важно, всё-таки стартовое место города важно. Так, это всё вот эта одна территория. Давайте выше ещё сходим. Да, конечно, вот это исследование вначале. А, блин, видите, тут ещё... Всё ещё важно. Да, меня, как всегда, спросят, будет ли русский язык. Да, когда игра выйдет, при релизе будет русский язык. Пока всё на английском. Из-за того, что тут эти скалы, я не могу напрямую пройти. Меня надо вот обходить вот так. Я тут выше встану, я дальше увижу. О! А это кто? Это тоже какое-то племя. Слушайте, что мы прям рядом будем, что ли, находиться? Это вообще нормально? Не думаю. Ну, это партия... Ну, то есть, это такое же племя, как и у меня, которое пока ищет место для города, видимо. Туда куда-то смотреть. Слушайте, ну, я тут место нравится. Видите, тут есть медь для будущих юнитов. Мне вот это место как-то побольше нравится. Производство у нас тут имеется. А эти куда-то туда побежали. Нам ничего не помешает потом эту территорию занять и вот этот ресурс роскоши получить. В принципе... Не. Гексы уберу. Ну, пошли дальше вверх. Наверное, исследовать. Тут и еда есть. Ну, блин, наверное, все-таки еда важнее в начале, чем производство. Как-то вот с едой тут не очень. Тут лошади есть на этой территории. Дайте-ка вот эту территорию. А то тут, кстати, много еды имеется. Блин, как-то... Может, зря я так все-таки долго хожу? Вот непонятно. О! 15 еды нашел. Так, мирные... Мирные животные. Животные могут... За животными можете охотиться, чтобы получить еду и увеличить... Короче, на животных можно поохотиться. А это кто у нас олень? Ну, надо будет поохотиться, я думаю, следующим уходом. Мне вот эта территория, я ссорю, нравится уже больше. Так, он еще тем более прям к нам идет. Отлично. Тут и лошади есть. Ну, наверное, поохотимся. Так, у нас тут один юнит. Я думаю, что я тут и останусь. На возвышенности. Блин, все равно олень выше, кстати, находится, чем мы. То есть будем штраф иметь. Так, а за что у нас тут плюсы? Ну, ладно, все равно атакуем. Все. Убили, получили 10 еды и 10 культуры. Соответственно, у нас уже 2 жителя, видите? Так, посмотрим на звезды. 5 звезд, 5 населения. 10 знаний. И 3 убить. Ну, то есть, я так понимаю, что мы город пока не основан, и империю мы пока не основан, пока вот это что-то не выполним. То есть я могу поставить лагерь уже и из него ходить. Я так понимаю. Битва окончена, племя все еще живо, большинство из них еще может наслаждаться теплой лаской полуденного солнца и холодным укусом утреннего мороза. Тем не менее, вы не вышли из боя невредимыми. У некоторых из племени ужасные раны, особенно у одного из молодых бойцов, которого вы больше всего любите. Глубокий сон, кровь сячивается из глубокой раны на шее, так и раны обычно заканчиваются смертью. Но один из последователей старейшин думает, что может вылечить ее, применив компресс из коры дерева к листу растения. Что вы скажете? Ну, либо отклонить, либо принять. Эти смеси могут быть мощными силами, это ее лучшая надежда. Или мы должны заплатить богам. Ну, давайте попробуем вылечить. А непонятно, к чему это приведет. Так, поехали дальше. А, я еще ход не закончил. То есть, пока вот это классно, что разработчики понимают, насколько важны исследования. И, с другой стороны, не хотят наказывать игроков за то, что они, например, могут медленно исследовать. О, вот тут еда у нас будет. Еще десяточку, да? Так, еще могу походить. Но мне вот тут нравится территория, я бы вот ее исследовал. Тут есть еда, я смотрю. Тут есть, мне кажется, какое-то чудо. Вот это, мне кажется, чудо какое-то будет. А вон еще. О, смотрите, вот эту территорию то племя себе забирает. О, еще еда. Отлично. А почему только на один ход походить? Потому что тут река, да? Видимо, река заканчивает ход сразу. Ну, то есть, мы выйдем в соседях сразу с каким-то из племени. Опасненько. Так, уже три населения. Пять, десять знаний и три охоты. Блин, слушай, а тут уже границы. Просто таки тут не чудо. Может, дальше пока и следят. Но я бы еще поохотился, походил так. Просматривал территорию. А, блин, тут не пройти, видите? Блин, тут, конечно, тяжелое место. Еще и река здесь мешает проходу. Блин, может, все-таки свалить пока отсюда? Как бы рядом с другой империей сразу находиться. О, еще еда. Санктуарий это как бы место, где животные появляются. Так, сейчас у нас будет всего пять еды, жалко. Да, тут местность, видите, зависит от местности. Вот тут по реке четыре. Видите, тут один, один, а на реке четыре стоимость перемещения. Так, тут какие-то у нас джунгли. Уничтожить логово. А что мне это даст уничтожение логово? Это то, что даст... Да, десять еды даст. Один ход. Мы потеряли... Неужели минус одно население сейчас будет? Нет, вроде. О, четверо уже. Так, ну, наверное, стоит все-таки уже лагерь стоять. Сейчас хочу вот эту территорию исследовать. О, вот тут еще есть. Так, ну, у меня сейчас уже еда как бы не нужна. Ну, в смысле, у меня уже четыре из четырех. С другой стояешь, могу разделить, наверное, племена. Да. И довести до пяти. Так, ну, еще какой-то полуостров. Ну, кстати, тут тоже интересная территория. Будет такая у нас островная держава, что ли? Не островная, в смысле? Ну, может, да, Римская империя в будущем. Так, ну, че? Пять из двадцати. А, нет. Нет, я думал, тут, знаете, так вот море, типа, будет идти. Нет, ничего подобного. Ну, прям, не знаю. Конечно, не понятно. Смотрите, а тут пять еды, да? Конечно, непонятно пока, где правильнее селиться. Вот, в Endless Legend, я помню, все было понятно. Куча аномалий селись там. Блин, тут еще тяжело идти из-за этой реки. О, еще и да. Сюда пойду. Просто тут стоимость перемещения два, ведь я куда две клетки смогу пихать. Я тут тоже... Сюда, мне кажется, тут я больше увижу всего. Мне кажется, лучше на реке где-то ставить город. Блин, может, в этой степи поселиться? Ну, это не степь, это прерии. Такое междуречье, ведь и две реки будет. Прям будущий. By the rivers of Babylon. Так, ну давайте до пяти добьем. Сук уже ходов я хожу. Так, мы набрали какое-то количество славы. Во время Неолита вы можете получить славу, открыв какие-то чудеса или выполнив любую из трех целей Неолита. Ну и вообще слава позволяет вам оставить свой след в истории и выиграть игру. То есть у нас вот слава это главная цель победы. В конце финальной эры империя с большим количеством славы побеждает. Понятно. Так, ну вот одну цель мы уже выполнили. Ага, вот я могу культуру принять. Вот оно. Так, ну давайте подумаем. Подождите. То есть вот когда вы выполняете одну из этих вот целей, да, вы можете перейти, вы можете наконец-то выбрать культуру и принять ее. Кстати, интересно, а есть ли, все ли культуры мне доступны? Сейчас. То есть кто-то, мог же уже кто-то принять? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, все десять доступны, между прочим. Хотя, может, там тут не будет. Ну, то есть пока никто никакую культуру не принял. Не принял. Ну, слушайте, за Вавилон мы уже играли как-то. Правильно? Ну, то есть нам давали прошлые посмотреть. Египтяне. У нас строители. Египетские пирамиды. Харапанцы, по-моему, фермеры, да. Хеты. Войны. Микенцы. Войны. Хочется, конечно, Египет взять. С одной стороны. Да, нам дадут сыграть вот. Первая, вторая, четыре эры дадут сыграть. Неолит как бы за эру не считается, в некотором смысле. А пятую, предпоследние и последние пока еще не будут доступны. Ну, давайте подумаем. Я бы, наверное, вот тут селился. То есть, недалеко от тех чуваков. Хорошо, что нам даст... Жоу у нас кто? Культура. Финикийцы-мореплаватели, я помню. Альмекия тоже культура. Ну, пока не очень понятно. Ну, убийцы-строители. Плюс одно производство в районах, которые создают производство, а улучшение районов или модификация районов стоит на 10% меньше. И открывает способность еще. Ну, это надо смотреть, когда мы ее примем. Так, египетские пирамиды, плюс два производства и плюс одно влияние за каждый район с производством. А маркоба это уникальный вид на 6 клеток, который бегает. Блин, все такое вкусное, конечно. С другой стороны, я так и не понимаю, где мне селиться. А мне компьютер где-нибудь рекомендуют и вообще нет? Вообще, что-то в этих районах нету никакого производства, никаких ресурсов. То есть, вот там я хотел, например, тут лошади, тут медь. Это все стратегические ресурсы, которые помогут юниты строить. То есть, без лошадей, например, я, по-моему, египетские юниты и построить не могу. Хотя тут вроде не написано. Ну, странно было бы, если бы не требовались лошади. Надо, может, еще тут походим. С другой стороны, нафига? Как мне это хождение поможет выбрать культуру? Блин, тут какие-то эти реки мешаются. Давайте сейчас выберем. Так, я не хочу сейчас за военной цивилизацией, поэтому нет Ассирия. Хотя, подожди, это не военная, это, по-моему, экспансионистская. Джоу-культура. Слушайте, ну тут наука. Прикольный этот. Финикийцы. Торговля. Альмеки-культура. Еда. Нумибийцы. Торговля. Давайте, наверное, за китайцев попробуем. Гармонический, эээ, гармоничный, блин, как-то лучше. Гармоничная мысль и конфуцианская школа. Гармоничная мысль плюс две стабильности в районе, в котором по Яуту работает. Ну, это надо разбираться сейчас еще. Конфуцианская школа плюс три науки за религию, плюс пять науки за соседние горы. О, слушайте, так мне, наверное, вот этого надо реально брать. У меня тут есть горы. То есть, и селиться вот где-то здесь. За соседние горы. Прям соседство кампуса получается. Давайте китайцев возьмем. Не знаю, почему-то вот в данном случае к ним душа лежит. Так, ну, тут объясняют, что каждая вот это в культуре дает. То, что вот справа написано, это специфичное, то, что относится именно к вашей культуре. Черта наследия – это способность цивилизации, которую эта культура передаст своим потомкам в следующих эрах. То есть, вот это вот будет всегда работать, я так понимаю. Но не сейчас. Видимо, это не сейчас работает в следующих эрах. Так, я скажу так, уникальный район. Тут какой-то эмблематический, вот сложно. Ну, уникальный район, который принадлежит только этой культуре. И уникальный отряд тоже только этой культуры. Ну, и с течением времени он устаревает. Это просто вот вам объяснение, что вообще происходит. Что дает та или иная культура? Мультик покажут. Мы поселились, основали первый город, наша империя. Мы себя ощущаем китайцами, короче, в этой партии. Я чувствую... Ну, и Китай. Жоу. Культура Жоу. Тут нету цивилизации, тут культура. У нас культура Жоу. Жоу неправильно. Джоу. Джоу, наверное, правильно произносится. У нас культура Джоу. Чем-то к эти спору напоминает. О, сиконка Джоу. Так, ну, я бы город основывал. Наверное... Так, давайте я разделю пока. Подождите. Ага, видите, наши три этих стали тремя скаутами. Их есть смысл разделять, несомненно. Давайте один сюда побежит. О, тут есть лошадь. Отлично. Слушайте, ну, мне нравится эта территория. И тем более такой полуостров. То есть с этой стороны, видимо, никого не будет. Так, следующего отделим сюда. Так, тут река есть. Да. Кстати, нормальная территория. Вопрос только, где город поставить. 8 еды, 7 производства. 11 еды, 7 производства. Да, наверное, тут и поставим. Ну, вот что, мне кажется, еда важнее все-таки в начале. Чтобы быстрее город рост. Три хода аванпост будет строиться. То есть это щелаванпост, это еще не город будет. Так, ну и тут разделяем. Похоже, в отличие от Endless Legend, содержание скаутов в разных армиях ничего не стоит. Поэтому разделить скаутов очень верное решение. И видите, на возвышенности. Возвышенности играют важную роль. Они тут реально в возвышенности. Становишься и дальше смотришь. Так, вот и начинается наука. Давайте сразу дерево технологии откроем. Посмотрим, во-первых, нас до 4 эры только показывают. Ну и окей. Почему бы и нет. Так. Амбары для животных. Не амбары, блин, как они называются. Господи. Загоны для животных. Ну, защита города, думаю, мне сейчас не нужна. И войны мне сейчас не нужны. Очистка от леса. Лесопилки. Ну, кстати, там, по-моему, леса есть. А это позволяет... Так, это район... Район ремесленников. Календарь. Это позволяет лошадей добывать. Давайте, наверное, все-таки с этого начнем. С одомашнивания. 8 ходов, тем более. Это все еще долго будет открываться. О, там они тоже стали империей. Цивилизация... С таким же статусом, как ваша сама империя. Ну, непонятно, будет она союзником или соперником. Но мы нашли новую империю. И это у нас... Кто? Так, закладка отношений. В дипломатическом крае обзор ваших отношений с другими империями. Вы можете видеть все другие дипломатические отношения. Вы можете изменить текущие отношения. Альмеки. Ммм, прикольно. Прикольно. Давайте представимся. Мир. Так. Значит, я получаю... Так, вот это, конечно, дипломатически здесь намного прикольнее, чем в Циве. Получен договор. Ваш оппонент предлагает договор. Обратите внимание, что вы должны ответить, чтобы закончить ход. Вы можете улучшить существующий договор, нажав кнопку «Принять». Если вы это сделаете, вы и ваш противник будем получать какие-то бонусы от эффектов этого договора. Однако, если вы позже вы решите ухудшить, это даст вам 4 очка вашему сопернику, не нам, а вашему сопернику, 4 очка к желанию объявить войну. Счетчик позволяет вам просить что-то взамен по этому договору. Окей. Значит, мы получили торговлю ресурсами, да? Ну, и, кстати, остальное пока все еще закрыто. Открытые границы. Ну, я бы принял. А у нас больше нечего как бы предложить в ответ. Most glorious! Yes! То есть, вы видите уровень... Tremendous! Уровень... Значит, как бы, грубо говоря, 4 договора вы можете заключить. По торговле, по делению информации, ну, поделиться информацией какой-то, по политикам границ и по военным действиям. Пока, видите, я не могу даже открытые границы просто предложить, потому что оно не открыто. Это, видимо, только со временем открывается. Прикольно. Слушайте, это... Это, конечно... Так, какие-то кризисы будут. Торговля. Так. В закладке торговли мы можем видеть, какими ресурсами... Ну, слушайте, нет ресурсов, наверное, что заходить, потому что у меня пока нет никаких ресурсов вообще. В принципе, и у них нет. Альянс можно предлагать. Ну, это не сейчас пока. Так. Так, прежде чем ставить ваш первый город, давайте пока исследуйте территорию. Ну, я уже как бы это... Тут нам объясняют все эти значки, которые мы это все увидели. Мы встретили другую империю. Теперь вы можете с ними коммуницировать. Но я уже с ними прокоммуницировал, спасибо. Как бы все произошло. Так, продолжаем. Тут и следует... В принципе, мне мой райончик понравился, где бы встали. Такая... Ну, теперь пять скаутов. Так, слушайте, вот тут у нас медь есть. То есть этот район надо тоже будет присоединять. Напоминаю, что в Humankind можно... То есть можно город поставить, а можно это просто как район к своему первому городу присоединить. И мне кажется, я лучше первое сделаю. Но не сейчас. Я пока даже нету, по-моему, ресурсов на это. Да, 50 влияния надо накопить. У меня пока 32. Кстати, неужели я за влияние присоединять буду? Так, этот парень... Слушайте, ну я бы его кальмеком где-нибудь сюда вот куда-нибудь отправил бы, пока исследовать. Так. Этот тут исследую. Видите, там тоже какие-то... Или это открытое море? Не, вроде прибрежное написано. Ну, этого, наверное, сюда пока. Кстати, ни одного чуда природы еще не встретили. Не нашли. Еще лошади. Хорошо, что я от альмеков подальше ушел. Хоть будет место развиться. Это, кстати, моя начальная территория. Вот где-то вот тут родился, получается, да? Как думаете, слоник на меня... Ну, видите, миролюбиво настроен. Так что я думаю... Не будет нападать на мейк-скаутов. Один ход до основания аванпоста. Мне вообще-то кажется, что тут какое-то чудо должно быть, но его не видно, потому что тут горы вокруг. А может, просто горы. Кстати, четыре очка стоит только вступить на территорию с рекой. Если вы уже по ней бежите, то оно одно очко стоит. Ага, тут еще какие-то горы. Так, ну я вниз продолжаю. Тут исследовать. Да, конечно, круто, круто, круто. Мне нравится, как вот это все исследование тут сделано в начале. Я сразу исследовал одомашние, потому что нашел большой барьерный риф. То есть я первым нашел большой барьерный риф. Хотя, ну это как бы World Dita, такое мировое дело, мировое событие, что ли. Поздравляю, вы, ваш, ваша инициатива ведет ваш народ к величию. Вы первым открыли барьерный риф. Конечно, вопрос, как это могли сделать люди в древности, да, барьерный риф открыть. Потому что нырять надо так неплохо. Но, тем не менее. И это мне дало сразу куча науки, судя по всему. Потому что, видите, я сразу открыл одомашнивание. Правда, тут не пишет, что прям что-то много науки дали. Так что он дает? Первый на один вы. Тот, кто контролирует это чудо, получает плюс 5 к влиянию, плюс 10 к стабильности в городе или аванпосте. То есть, видимо, в этом районе именно. И плюс 10 к деньгам в этом же городе. Ну, то есть, тут, в принципе, можно будет город поставить. Ну, опять же, надо пока исследовать. Ну, красиво нарисовано, да? Большой барьерный риф. А, ну, вот тоже так. Он разве так вот прям рядом с территорией какой-то? По-моему, подальше от... Давайте... Давайте календарь сначала. Давайте сначала календарь. Потом... Слесарство. Столярничество. Так, что у нас, кстати, в этой эре? Что мы можем сделать? Четыре науки открыть. Шестьсот денег накопить. Убить. Нет. Создать шесть военных юнитов. Иметь десять населения. Кстати, видите, уже считается, что у меня шесть населения. То есть, у меня каждый скаут население. Шесть районов построить. И пять территорий. А это вот дела, которые мы можем сделать. Получить доступ к стратегическому или ресурсу роскоши. Ну, и так далее. Тут это все славу дает. То есть, надо выполнять ради победы. Слушайте, так я, по идее, скаутов, наверное, мог и в город. Послушайте, а давайте я посмотрю вот этого скаута. Я сейчас верну и попробую в город его. Правда, сейчас у меня не город, а ванпост. Давайте я буду возвращать его. Где-то еще шесть цивилизаций без меня развиваются. Не знаю, кстати, карта рандомная или они сделали ее, чтобы она не повторялась. Так, поехали дальше эту территорию исследовать. Тут, кстати, выглядит тоже очень неплохо для еды. Правда, не так много. Ну, у меня пока все равно влияния нету, чтобы ее себе забирать. Там уже какой-то город у них стоит. Сан-Лоренцо. Так называется город у альмеков. Один ход. Разграбить. Ладно, я пропущу, наверное, просто ход. Блин, тут олень. Тут дальше пойдем. Кстати, у меня нету вот ресурсов роскоши, жалко. На моей территории, во всяком случае, то, что я вижу, у меня только пока лошади. О, неизвестная империя тоже выбрала Микенами. Микенской цивили... Культурой стали. Но она неизвестна, просто там сообщается. Мне кажется, зря. Ну, хотя, а может, и не зря. Как бы просто вам же надо на будущее знать, какие культуры остаются, пока вы играете. Если вы позже поставили. А, кстати, я не посмотрел. Так, что тут нам пишут? Блин, видите, подсказка куда-то уехала. А, нет, не уехала. Вот. Ваш первый город. Время основать. Первый город. Только мне почему-то показывают на альмеков. Хотя, мой первый город вот здесь. Так, ну, мне пишут, что я могу начать добывать лошадей. Могу переместить аванпост в другое место. Тоже, кстати, удобно, если вы ошиблись. Почему нет? И создать город. Я думаю, что время город создавать. Я не собираюсь никуда его перемещать. Столица. Стоит мне добывать лошадей. Вот в чем вопрос. Я хочу конфиденцианскую школу посмотреть. Странно. Почему тут плюс три? Вроде пишет за каждую гору. Рядом я тут горы. Вон, есть еще. Почему только тут плюс три? А, не, плюс пять. Тут как раз плюс пять. Все-таки... А тут плюс десять. Все-таки горы работают. Так, а почему я тут не могу строить? Только рядом с центром города эта конфуцианская школа строилась. Ну, я бы начал с уникального этого района, честно говоря. Я бы начал с этого уникального района. Ну, хотя долго, да? Так, я бы хотел проверить, могу ли я скаута в город поселить обратно. Похоже, что нет. Слушайте, еще будут, конечно, воздушные юниты. Но это они, кстати, не показывали. Еще непонятно, как у них воздушные юниты будут работать. Потому что здесь все-таки битвы не такие, как в Циве. Тут отдельная карта открывается. Поэтому как воздушные юниты? Может, они какие-нибудь... Ну, вообще непонятно пока. Я думаю, что они еще сами не в курсе. Интересно, а если я их буду просто расформировать? Они будут возвращаться в город? Хотя я тут даже такой кнопки не вижу. Так, это территорию присоединить. Это грабить. Это автоисследование. Не хочу, я хочу сам исследовать. Переименовать. Пропустить ход. Хотя, вот этим видом, кстати, как раз можно автоисследовать. Потому что тут все исследовано пока. Ладно, если я все-таки пропущу... Пропустил где-то возможность... У нас тут битва. А кто на нас напал? Сейчас я позже выйти. Так что у нас с едой. Три. Нет, все-таки я хочу... Уникальный район построить. Да, и тут на еду стоит. Так, битва с кем? Ну, кто на нас напал хотя бы? Ну, вроде мы сильнее. Подтвердим битву. Медведь. Завалили медведика. Получили 20 золота. Наверное, сожрал где-то мешок с золотишком и принес нам специально. Продолжаем исследовать эту территорию. О, вон, кстати, берлога медведей. То есть, видите, есть животные, которые агрессивно настроены. Результаты битвы, видите, еще висят. Пока вы не закроете, можете вернуться, посмотреть. Может, где-то даже и лог будет. Знаете, о чем я подумал? Вот смотрите, я когда перешел из Неолита в Древний мир, мне дали 5 скаутов, потому что у меня 5 населения было. Интересно, а там же еще два варианта есть. Либо 10 науки что-то, либо 3 животных убить. За это тоже что-то дают? Просто, ну, как бы 5 скаутов это круто. Но зато тоже, наверное, должны были дать что-то, какой-то бонус. Просто интересно, что там дается. Так, продолжаем исследовать мир. Нашими скаутами. Я так понимаю, что теперь вот по речкам я могу за одно очко перемещения ходить. Так, давайте, наверное, вот эту фигню разграблю. Чтобы получить и денежку, и чтобы она исчезла. Мне как бы животные, я думаю, сейчас не нужны пока. Так, тут райончик строится. Город растет. Медленно, кстати. Я, давайте, переключу настройку на рост. Но тут как бы без разницы по-хорошему. Так, за 120 монет могу ускорить это дело. О, еще цивилизацию встретила. Это у нас кто? Пока, конечно, по иконкам не очень понятно. Это у нас ассирийцы. Так, тут нам объясняют идеи вот этих желания войны. Что означает. Вы, возможно, слышали о желаниях войны. Давайте все равно подведем итоги. Очки желания войны показывают, насколько сильно ваша империя поддерживает открытую войну с данным противником. В результате для каждого из ваших противников существует свой счетчик желания войны. Это дипломатический ресурс. Если вы не в состоянии войны, желание войны напрямую не влияет на вашу империю. Но вы должны стараться поддерживать его как можно выше. Потому что во время войны слабое желание войны может привести к капитуляции, подчинению требованиям врага. Во как. Чтобы увеличить ваше желание войны, выдвигайте требования, отвечайте на требования и провоцируйте другие империи на то, чтобы они жаловались на вас. Или вы рискуете своей империей. Прикольно. То есть желание войны подержать на высоком уровне. Они 50 из 100, у нас 50 из 100. Но они тоже торговлю ресурсами, я думаю... А может в ответочку что-нибудь? Типа, дайте нам ничего-нибудь побольше. Прикольно. Кстати, знаете, мне это напоминает, на самом деле, вот это их общение, мне это напоминает из второй Цивы. Там были засняты на видюшке, как члены правления вашей империи, тоже постоянно что-то общаются между собой, ругаются. Вопрос, не надоест ли это скоро. Кстати, я хотел посмотреть еще с альмеками, насколько у нас 50-100, 50-100. А, можно тут переключаться, кстати. Ладно. Пошли, смотрите, где-то массирийцы живут вообще. Я каких границ пока не вижу. Альмеков вижу, а ассирийцев нет. Они где-то подальше. Ну, о, календарь открыли. Сейчас, кстати, может событие в связи с этим вылезти, то есть лунный или солнечный календарь выбираем. Это все скауты. Чего он тремя скаутами аж бегает вместе, интересно. Скажите, что-то я никаких руинок местных не вижу. Это меня смущает. Так, ну тут мы... Мы тут разграбили, да? Да. Получили 10 монет. И календарь открыли. Дальше я там поставил, по-моему, слесарничество. Столярничество! Чего я все слесарничество хочу это назвать? Блин, стоит мне глянуть, что тут или не стоит? Ладно, гляну. Фигня. Так, надо эту территорию открывать. Здесь побегу сюда. А этим тогда... А вон, кстати, границы какие-то зеленые. Это, кстати, тоже еще не встреченная мной цивилизация. Вот пишет, что... Видите, стоимость перемещения 4, но на самом деле одно. Когда вы встали на реку, как бы считаете, что вы по реке плывете. Интересно, кто это будет. А вот я не видел, про сирийцев сообщали, что они культуру свою выбрали. Тут даже кто-то ближе, чем ассирийцы. Эти ассирийцы тут разведкой занимаются пока. Так, ну что. Входим в границы. Тут вы встретите только если юнит... В Human Kind вы встречаете цивилизацию только если вы находите там юнит или город. Видите, я хоть и в границах, но считается, что я не встретил цивилизацию. И это у нас... Хетты. Ну, хетты ж, по-моему. У меня почему-то желание... У войны желание повысилось. Он, видимо, как-то со мной встретился не очень хорошо. Из-за жалобы. У вас какой-то кризис. А, потому что я, наверное... Он протоковал меня. Вкладка кризисов дает вам обзор всех жалоб и требований, доступных в настоящее время. Вы можете видеть ваши доступные жалобы, а справа жалобы, доступные вашему оппоненту. Посередине вы видите, когда обиды превратились в требования. Когда требование сделано с одной стороны к другой. И кризис объявляется между обеими империями. Так. Заплати сто за то, что ты меня проатаковала. Вот давайте. Да, вы же как-то... Устечешь кровью за это. Так, с этими ребятами у нас... Не очень. И тут я бы... Отступил, конечно. Встретили хат... А, ну да, это хетты. Хатусы, это хетты. Несомненно. Ну, прикольно. Вот это все реализовано. Помните, в моих этих видео, когда я там ругаюсь, что кто-то скаута своего привел? Вот, пожалуйста, теперь это все в механике сделано. Вот мне не нравится, привел скаута. Напал, он получил там... Какие-то очки. Недовольство я получил за это. Тоже желание войны повыше с ним. Отлично. Нефиг по границам шастать. Так, пошли вверх исследовать. Тут, наверное, подняться нельзя, да? Странно пишет... Странно, что пишет. Тут, на самом деле, тоже нельзя подняться. Типа, пишет, что можно, потому что вот эта клетка не открыта. На самом деле, тут тоже нельзя подняться. Поэтому дальше пойдем. Вот тут можно будет подняться, вот так. Да, надо эту территорию исследовать, конечно. Непонятно в дипломатии, непонятно, насколько они все развиты. У него 40 славы, у меня 70. Сила, 2. Ну, а, кстати, а какая у меня способность? Я аж не включаю свою способность. Вот. Во-первых, Influence Bomb. Вы незамедлительно конвертируете территорию с вашим культурным влиянием бесплатно. Ну, сейчас не может быть сделан, потому что у нас не хватает культуры. А вот это увеличение туризма. Не, подождите. Ну... Да, это как эстеты. Ну, тоже не хватает достаточно культуры. На 10 ходов увеличивается культурное влияние вокруг, я так понимаю. Пока не использую. Так, слушайте, я вот этим бы санктуарий поразграблял парнем. Так, ясно. Там нас не любят. Туда мы не пойдем. Хетты нам нашему скауту наваляли слегка. И тут все еще хетты. Ну да, получается хетты даже ближе по расстоянию чем чем ассирийцы. Надеюсь, что хетты с ассирийцами там воевать будут где-нибудь. Ага, тут спуститься нельзя. Значит, сюда пойдем. Какой-то зимний биом. Так, тут я это хотел исследовать. Так, тут не подняться, да? О! Пограбим. Десять монет это всегда десять монет. Я думаю, что я вот этим парнем уже 50 культуры я получил. Я вот этим парнем вот эту территорию присоединю. Сейчас начну грабить сначала этот санктуарий. Куда ты? Подожди. А, у нее автоисследование поставлено. Блин. Ну вот зря. Вот я как бы от... Я начну... Надо, чтобы отменялось автоисследование в этот момент. Так, мамонт у нас миролюбивый. Давайте глянем. Где нам здесь лучше всего будет ставить? То есть я тут не город буду делать, а именно присоединять территорию к тому городу. Дальше тут исследовать. Олень. Стоит ли нам оленя убивать? Вот в чем вопрос. Там альмейки бегают. Ну типа мы-то убьем, но надо ли? Это уже еду-то нам не дает. Так, тут у нас... Давайте, наверное, сюда пойду исследовать. Что-то пока только барьерный риф нашелся. Ну и цивилизации только три. Ну, конечно, поближе. Вот ощущение, что все находятся поближе, чем обычно в той же цивилизации, например. Такое более плотное заселение. Именно что из-за того, что районами такими. Вообще, тут должны быть еще минорные фракции, где-то. Они, наверное, позже начнут появляться. Такие минорные цивилизации. Пошли туда. Ну, как-то город медленно растет. Может, потому что у нас уже есть как бы пять скаутов. Это слишком дофига. Так, ладно, я хочу... Давайте подумаем, где. Где нам тут поставить... 10, 10, 3. То есть, вот эти ресурсы будут добавляться к тому городу, когда я их присоединю. Ну, хочется с наукой, честно говоря. Ну, мы потом медь добавим, но все равно это будет наука отсюда идти. 12, 6, 3. 10. Ну, я бы сюда поставил вон пост. Так. Этим сюда пойдем. Блин, тут ресурсов этого сафрона. А что такое сафрон вообще-то? Типа... Ну, не фарфор же это. Фарфор Парселэйн вроде как называется всегда шафран. А, шафран это. Шафран. Давайте шафран. О, вот здесь видите, хетты поставили аванпост в этой... на этой территории. Поэтому такими пунктирной линией. Но я думаю, можно пойти им аванпост пограбить. Не выглядит так, что мы с ними в хороших отношениях будем... Просто попробуем, что это... что это даст. Так, 59, 153, 100. С этими 50, 150, 150. То есть, с этими проблем нету. А вот с хеттами у нас есть определенные столкновения. Так, лучников можем строить. лесопилку и леса вырубать. О, что-то это сирийцев какое-то предложение. Ладно, давайте примем, наверное, торговлю. Почему нет? Так, где там у тебя аванпост? Я бы хотел его... А, где-то сверху туда явно. Так, исследуем местность. Сейчас Хатусу, надо окрестности Хатусы исследовать на будущее. Странно, я, кстати, не нашел до сих пор ни одного ну, ни одной вот руинки, как бы, где что-то интересное можно достать. Неужели все собрано? Ну, давайте, наверное, уже защиту города откроем и воинов сможем... Хотя у меня железо... Подождите, я вот не помню, там требуется железо для воинов или нет. по-моему, по-моему, нет. Да, они и так строятся. А, вот, кстати, только сказал, не могу найти руинку, и вот она. Сюда сходим. Глянушу, больше я не вижу реально. Не хватает поиска по карте, как... как это в циве сделано. И меток не хватает все равно. Блин, хотел сказать, олень напал. Медведь напал. Ну, побьемся. Я на возвышенности, в принципе. Может мне даже на реку встать? А, я не могу туда встать. И вообще вот сюда встать, наверное. Это еще выше будет. Да, блин. ничего не перемещается. сейчас битву подтвердить. Да, все, я там стою. Атаковал. Ответочка прилетела. 20 монет, отлично. Так, что там хетты предлагают? хетты нас все. Одновременно с чистым слетом. они мне предложили по защите от кризиса. То есть, они готовы мне 100 заплатить или что? ну, если да, или это просто отменит кризис. Ну-ка, давайте проверим. что-то денег мне не дали. типа, кризис кончился, да? Но денег мне не дали. Блин, он еще и тут ставит. Короче, буду грабить ему сейчас. Ой, тут хрен пройдешь. Так, давайте-ка я лучше сюда вернусь. Я вот этот хочу разграбить. Аванпост. Ну, и нападать тут явно можно на нейтральной территории друг на друга. Это опять же будет какие-то вот кризис будет открывать. Скорее всего. Так. Аванпост поставили. отлично. А, я тут хотел собрать руинку сначала. Посмотрим, что тут будет. Три науки всего лишь. Ну, такое. Дальше вниз пойдем. Сколько у нас будет стоить следующий аванпост с ракет. я бы пошел туда вниз ставить город. город. 6, 12, 6, 8, 9, 5, 14, 7. Потому что тут есть лошади тоже. Думаю, тут лошади долго будут в теме. я так понимаю, что тут не особо важно на побережье, на побережье вы везде сможете построить порт и корабли строить. Важно вот в начале, мне кажется, чтобы побольше было еды и производства к первому городу. поэтому я бы, все-таки вот сюда повел. Тут еще и наука есть. так, что у нас кати по очкам там. 5, ну пока тут ничего не получаю, видите? 7 населения. Скорее всего, я за науку перну. Вообще-то для научных целей. А мне вообще не научными, а культурными. У меня научный район? Так, мы походу на континенте. У меня такое ощущение втроем. Это, видимо, а нет, в четвером. Нет, в троем. Да, в четвером. И на другом континенте еще 4 будет. Так, следующим ходом мы райончик достроим. И открыл звезды эры, потому что 4 технологии. Так, вы получили уведомление, информирующее о получении новой звезды эры. Вам нужно 7 звезд, чтобы перейти в новую эру. Вы можете увидеть все ваши текущие звезды на знамени империи, каждый из которых дает вам штраф. штраф при разблокировке. Нет, фейм, фу ты, блин. И, кстати, я первый, кто получил звезду, судя по всему. Ну и по очкам я тут явно впереди. Кстати, восьмая цивилизация даже еще культуру не взяла. Племенем гуляют. Да, видите, тут можно посмотреть, кто какие взял культуры, то есть какие есть. В принципе. Прикол. Давайте глянем, куда дальше пойдем. Это более крутые скауты откроются. И релегация. Нет, скаутов более крутых. Не знаю, хочется мне. окей. Видите, территория не открыта. Хочу посмотреть, что там. Так, тут я иду грабить аванпост. А-а-а, войну объявлю. я дойду уже туда. Видите, они уже обрабатывают красители. Это какой-то ресурс роскоши, очевидно. Тут вниз идем смотреть, что с территории. да, я тут город не просто так ставлю, потому что большой барьерный риф, ну, в течение города аванпост я ставлю. Так, тут аванпост еще ставится. Сколько ходов? Еще один. Я потом смогу присоединить к моему городу его. Вопрос, надо ли спешить? дайте-ка я вверх пойду смотреть. Я думаю, что тут территории города. Ну, хеты вообще так нехило расселяются. Смотрите, уже тут территорию забывают, тут территорию. А вот тут, кстати, у них ушла куда-то территория. Вот это было к ним присоединиться. Может, они передвинули аванпост? А, вот, кстати, фокус нашей цивилизации, эстеты, ну, геймплей ориентированный на культурное влияние или дипломатию. Два уникальных действия. Культурная бомба мгновенно превращает территорию в ваше культурное влияние независимо от значений и туристическая выгода увеличивает экономическую выгоду от контроля культурного влияния на 100%. Это пока непонятно, что такое. Эти действия могут быть запущены, когда счетчик заполнится. То есть, я, по идее, когда через 10 ходов, когда заполнится этот счетчик, смогу какую-то территорию вообще просто, просто сразу к себе присоединить без вот этих вот аванпостов и так далее. Блин, а где ассирийцы? Я что-то не пойму. Что, где-то сверху, что ли? Так, вот и райончик. Наука повалила. Ну, наверное, стоит лошадок? Так, еще я могу просто присоединить этот аванпост. 25 культуры стоит. Ну, собственно, я это и сделал. Так. Стоит фокус на рост, а компьютер вообще-то переключил на производство здесь. Я в войне? Я объявил хетом в войну все-таки? Блин. Ну, хрен с ними. Я не думаю, что тут как-то это будет мне мешать сейчас. Я бы скаутом блин, а там что-то? Это он лошади обрабатывает. Вот лошадей надо разграбить, несомненно. Знаете, вообще вот грабить. Я что-то его скаутов около себя не видел. С более у меня пять скаутов. Я думаю, надо этим преимуществом воспользоваться. лечить можно только на своей территории. Ах, хотя писатайм время их вылечит. То есть постепенно они сами лечатся, очевидно. Так, что ж мы в этом городе? Опять конфуцианскую школу можем строить, но я думаю, пока тут одной на плюс 13 науки выше крыши. Считайте, что у нас со стабильностью? Идет в минус. Почему? Минус пять от района и минус двадцать от количества количества. Видите, плюс одна территория это минус двадцать сразу. Но оно идет минус только до шестидесяти шести. Тоже надо выяснить, почему тут такой вот уровень именно шестьдесят шесть процентов. Пока не очень понятно, но так, что я хочу строить? Армию не хочу. Публичная церемония, но это типа проекта и просто пять еды даст. Тоже не хочу. Так, загоны для животных плюс пять еды за каждых лошадей. Интересно, оно сразу плюс пять еды или когда лошади будут обработаны. Наверное, надо, чтобы лошади были... А, стоп. Это внутри города. Это внутри города, это не район. Тогда, наверное, сначала лошадей надо. Вот так уберу пока эту производство. Вот, мне рекомендуют здесь на плюс десять. Ну, как бы подсказывает, видите, игра подсказывает, где вы можете районы поставить. Еще ряд... А, вот, кстати, вот тут конкурцианская школа, где-то, на плюс десять, еще одна. Блин, я реально как кампусы ставлю в шестой цели. Такое ощущение. Ну, ладно, я начал там строительство. Тут я сделаю... Я пока в два города хочу поиграть. Мне просто интересно, насколько хорошо можно играть малым количеством. Вообще, надо было попробовать вообще одним, наверное. Ну, да, ладно. Так, еще одно население. Блин, а тут меня хетты окружают. Ну, это скауты. В принципе, я могу подряд, но там второй бежит. У меня есть вот где-нибудь помощь? Вот она. Давайте на помощь бежать. Блин, там зона контроля. Ну, это тоже, наверное, скаут. Это все скауты у нас. война скаутов. Может, мир с хеттами пока заключить? Какое-то событие. А, смысл с другой стороны. Это ж интереснее. Мне кажется, они зобычили, когда на своей территории на меня напали, поэтому у меня пять скаутов. Могу. Так, новый цивик открылся, но принять мы их явно не можем. Цивики это законы. У нас нету пока полмачков цивика. Через 14 ходов откроется панель цивиков. Два выбора соотносятся с вашим... соответствуют ответу на вопрос, поднятый этим цивиком. Нахождение мифов. По какому праву мы правим? Это в данном случае мы либо по праву рождения, либо по божественному праву. Любой из этих вариантов изменит ваши идеологии, повлияет на игровой процесс или откроет доступ к контенту. Вы можете применить только один из вариантов, потратив гражданские навыки. Ну, я так понимаю, так, либо плюс 5 культуры, я бы, наверное, культуру, раз я играю через культурную сейчас культуру, извините за тавтологию, в другой стороны, может, это приведет к открытию религии какой-нибудь, а у нас там вроде наш район дает плюс к науке за религию. Давайте по божественному мандату. Нету пока ноль очков цивиков, то есть пока мы не можем. Вот я божественный мандат принял, а легитимность это когда в следующий раз цивики наберется, либо у нас будет свод законов, я так понимаю, либо таможенное право, что ли. таможенное право как-то странно для древности. Случайные законы, набор законов, не знаю. Так, вот теперь стабильность империи нам рассказывают, на что влияет. Значит, стабильность империи это средняя стабильность всех ваших городов. Низкое значение имперской стабильности немедленно приведет к революции. В конечном итоге приведет к революции. А высокая стабильность повысит скорость, с которой вы накапливаете гражданские очки, которые вам позволяют открывать новые цивики. Понятно. Все ясно. Мне теперь все ясно. Так, это вот наше влияние культуры, я так понимаю. Влияние хетской. кстати, на хетов смотрите, альмейки влияют. А на меня они... Хорошо, что я подальше от всех поселился, я смотрю. Еще бы ассирийцев найти. Когда на цивики нажимаешь, это вот влияние культуры получается. Отлично. Ну что, там напали на меня, нет? Да. Ну, я разграбил лошадей, я тут, конечно, отступлю. Так, нам надо, наверное, объединяться. Тут я пройти не могу из-за зоны контроля, видите? Да, значит, я тут дальше пройти не смогу в итоге. Так, и тут не наваляют. Ладно, пока валим. Аванпост основан, давайте в сторону хеттов подходить. Я бы, пожалуй, объединял уже, наверное, наших скаутов. А тут мы ищем и сирийцев. Ну, вряд ли они тут могут быть. Я уверен, что они, значит, выше где-то альмеков получается. Но все равно как-то непонятно. Мы их вот тут где-то аж встретили, понимаете? Причем раньше хеттов. Интересненько. О, уже а что так быстро лошадей построили. Там вроде дольше намного это все было. Так, инфраструктура это то, что строится, я так понимаю, внутри города. Ну, юниты понятно. Да, кстати, мы можем проапгрейдить в этих надо на свою территорию прийти. Так, ну, нам надо сюда будет вернуться. Тут я город сделаю. Угу. Хорошо, что мы в столице продолжим делать? Нужна ли мне еда? и нужно ли мне производство? У нас вообще выхлоп в этом городе. 30 производства, еды непонятно. Видите, даже описывают, вот если я ставлю фокус на еду, то сначала будет еда добываться, потом производство, потом деньги, потом наука. это я в центре города, два производства от леса и плюс два производства от лесной территории. Но я не уверен, что оно сейчас влияет. Я вот не очень понимаю пока, как тут собираются, как тут собирается производство. 16 производства от эксплоутейшн, пять производства от районов, но это понятно, что эксплоутейшн это как бы тут все-таки наверное от соседств районов. То есть вот если это все сложить, все то, что вокруг, значит вот эту фигню мне пока не надо строить, я думаю. я бы пожалуй загон для животных, потому что я обработал уже обработал лошадей, соответственно эта фигня будет мне давать пять еды дополнительно. так, обработку бронзы надо открыть, чтобы обработать медь. Я пока не могу медь обрабатывать, пока не открыл ту теху. Кончиваю ход. О, блин, за один ход открыл. Так, вот тут я кажется смогу убежать, да. Сейчас, к сожалению, мне скорее всего наваляют. А, у него уже войны, он уже войнами, видите, нападает они скаутами. А, мне надо скаутов вернуть, апнуть. Да. Конец скаутов. Жаль. Ну и как у нас тут отношения? Уже меньше, но и нет уже 48. Через один ход смогу мир предлагать. Вы вчер imagery . следующим ходом я думаю можно будет апгрейдить но посмотрим так а тут мы ищем а сирийцев скаут в поисках а сирийцев ничего давайте протокуем оленя поссорим что дадут в этой эпохе если вы купили животное 10 мне кажется не особо выгодно потому что хитпоинт и теряешь 10 монет ради чего так давай мне кажется не надо пока а вот фабрика по созданию кувшинов я думаю керамики он как сказать вот это вот это давайте обработку камня откроем это будет прикольно так у нас нет никаких возможностей дипломатии с другими ну торговать мне нечем пока что у меня люк люксов никаких абсолютно у меня есть обсидиан 0 правда ага я все-таки могу торговать во всех городах плюс 2 процента за обсидиан плюс 5 стабильности у меня будет у меня не будет плюс 2 процента за 120 то есть я могу просто купить и она сразу пойдет что ли да давайте проверим я просто же интересно да прикол ну и торговать всем о открыть смотрите через некоторое время так понимаю что это все-таки открыть границы ну давайте пока пока нон агрессион пакт давайте предложу вес весе сам пенни тасси он предложил он он предлагает ну деньги хочет все больше я пока не могу ничего приносить все награды по что каждый ход а могу что-то предлагать так теперь у нас открыть вот я начал торговать обсидианом у нас появился торговый путь вы можете получать от этого бонусы и даже строить специальные юниты инфраструктуру ухты за счет торговых путей вау но торговые пути могут быть хрупкими ну понятно что их могут грабить очевидно сушить эта игра в которой можно грабить караваны отлично могут быть разрушены армиями ну понятно что города могут быть осаждены то есть если город осажден из которого первых вот город альмеков осажден с которыми я торгую то и торговый путь закончится вау но это круто и она этом наверное закончусь о слушайте у меня тут даже появились какие-то бэджики на это вот наверное за счет того что я войну объявил хет там и чё-то разграбил правда непонятно пока как это глянуть эти бэджики к сожалению никак не глянуть о прикол смотрите у него он недоволен тем что я прекратил его торговое соглашение с хеттами которыми он торговал красителями кайф то это вообще прям хе так хорошо чё там альмеки так хочу почему висит сейчас они они хотят чтобы им сотку заплатил через девять ходов хорошо что у нас с ассирийцами тоже у них вообще а это мой это мое извиняюсь у них им нечем торговать давайте открыть столицу предложим я так понимаю что эти все предложения ничего не спой эти все предложения ничего не стоят you intrigue me let's talk а я м с этим дарик риме дистан логика way forward да она согласилась согласилась открыть ну и где ее столица или это я ей свою столицу открыл я и про чем мы договорились тогда обе империи соглашаются нас на послов и открывают расположение своих столиц может они еще город не не это не поставили это может такое быть вообще но сирийцы он 5 у них 20 славы хетты 2 122 фиолетовые какие-то же все все по одной звездочки чет непонятно ладно я закончу на этом ход и закончу эту серию я думаю скоро будет продолжение спон спонсором я вообще сразу выкладываю опять нападает на меня тут хет ну уже ощущается конечно игра это это еще много всего еще не открыли множество возможностей здесь то есть же веры до веры еще не дошли понимаете еще не выполнили много всяких вот этих дел только эти кто-то другой явно что-то вы давайте глянем так это я чудо открыл вот это наверно тоже как бы мне засчиталось пока не пока не понятно распространите вашу культуру на весь континент нифига себе будет ладно спасибо что смотрите ваши впечатления как всегда в комментариях хочу почитать как вам human kind пока ну и до следующей серии всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока